Когда над Авачинским заливом гаснут последние лучи заката, высоко на скале вспыхивает огонь маяка Петропавловский. И так каждый вечер вот уже 130-й год. С лета 1849 года старейщина дальневосточных маяков несет бессменную круглосуточную вахту у входа в Авачинскую бухту. Еще вчера в этих местах бушевал жестокий шторм. Нелегко пришлось морякам, которые вели вдоль тихоокеанских берегов Камчатки свои корабли. Все теперь есть на современных судах. Самые совершенные навигационные приборы и подробнейшие морские карты. Опытные капитаны и штурманы. И все же ни в плохую, ни в хорошую погоду не обойтись мореплавателем без помощи маяков. А при входе в Авачинскую бухту они прежде всего обращают внимание вот сюда, на эту скалу, где стоит маяк. А здесь, в этом крохотном поселочке, своим размеренным чередом идет трудовая жизнь людей. Сибирячки Зинаиды Волковой, амича Иосифа Довбилкина, москвича Евгения Тюлина. Вот уже шесть лет коллектив сотрудников маяка возглавляет Евгений Львович Тюлин. Маяк, который перед нами, старейший на Дальнем Востоке. Вероятно, это очень сложное хозяйство. Расскажите немножечко о нем. Ну, обычно под маяком подранжевает только вот световой маяк, башня. Но это не так. Маяк это целый комплекс, который включает много технических средств, навигационного оборудования. Радиотехнический звукосигнальный, радионавигационные станции. Все это размещается в помещении аппаратной, в техническом здании.